Как себя чувствует население Чувашия? Почему в поликлиниках сохраняются очереди и что мешает людям следить за своим здоровьем? Министр здравоохранения Алла Самойлова рассказала и журналистам. Итоги работы отрасли за прошлый год подвели на пресс-конференции. Говоря о здоровье нации, в первую очередь вспоминают два показателя. Рождаемость и смертность. Первый иллюстрирует скорее социальное самочувствие общества. Чем лучше жизнь, тем больше детей. Второй как раз свидетельствует о состоянии физического здоровья. И если смертность от внешних причин травм несчастных случаев у нас остается высокой, то на другие причины медики уже научились влиять. Детская смертность в республике практически самая низкая по России. А все потому, уверена Алла Самойлова, что в свое время пошли по пути централизации службы родовспоможения. Республика у нас компактная и в сложных случаях гораздо проще и надежнее привезти рыженицу в перинатальный центр, нежели оснащать все районные больницы высокотехнологичным оборудованием, с которым еще надо научиться работать. Такая же централизация коснулась и сердечно-сосудистой службы, после чего смертность от инфарктов и инсультов стала сокращаться. В прошлом году это было особенно заметно. Централизована служба, централизована в основных межрайонных центрах и в городе, в основных крупных больницах, многопрофильных больницах. В результате концентрируется дорогостоящее оборудование, концентрируются кадры, которые могут работать качественно на этом оборудовании, и концентрируются технологии, которые дают вот такой прорывной, ну скажем так, шаг в улучшении оказания качества медицинской помощи. Вот чего не будет, так это сокращение расходов на отрасль здравоохранения. 11 миллиардов 954 миллиона рублей. То есть мы видим, что рост идет практически миллиард 300 миллионов рублей. То есть это значительный рост, мы считаем. Ну понятно, что и растет норматив программы госгарантии, то есть подушевой норматив, то есть это те деньги, которые выделяются на каждого жителя республики. То есть если прошлый год это был норматив 9032 рубля, то в этом году этот норматив уже 10294 рубля. То есть рост опять-таки на 1200 рублей. Алла Самойлова заверила, все программы в текущем году будут сохранены, включая повышение зарплат медперсоналу еще на 10%. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.